Мы вчера с друзьями ездили гулять, мы встречались с моим другом, там у них, и потом у меня сел телефон. Мы так чуть-чуть его зарядили, я его даже не смотрела, и поехали с другими друзьями нашими, любыми мы, в кинотеатр. Все-все хорошо, и всегда мой телефон находился у мужа. И когда мы выходили из кинотеатра, я видела, он встает, у него падает два телефона. Он наклоняется, все нормально, я думаю, он наклоняется за телефон, ему два телефона уже рядом лежат. Приезжали домой, было очень поздно, мы потом общались еще очень успешно, и вдруг мой муж сегодня говорит, Ланя, я не могу найти твой телефон. А в этом телефоне это не просто телефон, потому что там и праздные документы, и карточки, в общем, вся моя банковская жизнь. Так получилось, именно в этот момент она была там, эта банковская жизнь. Я понимаю, что сейчас мне надо блокировать абсолютно все карты, и абсолютно все вот так вот. И мы взяли, и просто, я говорю, ты же вчера поднимал, я не видел. Ну, вы знаете, это абсолютно нельзя было не увидеть, потому что телефоны были с промежутком, прям, в 10 сантиметров. И мы такие помолились, а внутри мир. Вот, то есть, ну, он лежал на видном месте, мы звоним на него, то есть, ну, как бы уже сеансы утренние идут, то есть, как вот так вот. И я такой, господи, ты все знаешь, просто возьми это в свои руки, и все. И у меня мир, ну, будет-будет. Мой муж больше, наверное, волновался, потому что это ему нужен новый телефон, если что, покупать. Он помолился и поехал тут же с утра за ним. И вы не представляете, мы приехали, и на ресепшене с такой радостью отдали ему мой телефон, целый, невредимый, со всеми его содержимым. И просто, и он говорит, ты знаешь, ты знаешь, когда я ехала, у меня такой мир был. Я думаю, господи, спасибо большое, что ты даже вот в таких мелочах, ты заботишься на нас. Тебе не важно делать огромные вещи какие-то, или до мелочей, ты, ну, как бы, ты все знаешь. И я к чему свидетельствую, то, что Бог сделал в нашей жизни, абсолютно так же Он действует и в вашей жизни. И Он любит меня не больше, не меньше, чем вас. Он любит каждого из нас. И поэтому просто мы можем обращаться к нему в любой момент, не только с такими какими-то просьбами. Аминь. Есть еще кто-нибудь? Зинаида, добро пожаловать. Господь, пастырь мой, я ничего не буду не так сказать. Аминь. У меня вообще ничего не произошло. Много лет тому назад, когда мы 21 год тому назад приехали сюда, я работала в семье. Работала во вьетнамской семье с маленьким ребенком. И я у них проработала почти три года. Потом они уезжают. Уезжают, значит, девочке сейчас уже 22 года. И в последнее время я почему-то стала как-то так молиться о том, чтобы найти их. Как-то мы потерялись. Думаю, надо что-то делать. Жди меня, что ли, обратиться. Несколько дней тому назад ко мне приходит из МСК от Алексея Таракина, в котором написано «Вас разыскивает Линь». Думаю, Таракин, Линь, какая связь, вообще непонятно. Но там был телефон Линей. Я ему звоню, значит, и говорю, вы где? Он говорит, мы в Москве. Мы приехали посмотреть чемпионат, проведать всех своих друзей и так далее. Я говорю, как вы меня нашли? Он говорит, я забил, значит, вашу фамилию, имя, отчество через руку помощи. Оказывается, информация о руке помощи есть в интернете. И вот там я и увидел, что вы, Алексей Таракин, и еще там у вас один мужчина с учредителями руки помощи. Отсюда Алексей прислал мне СМСК. Приехали ко мне гости. Вся эта семья приехала. Правда, без девочки девочка вышла замуж. В Америке уже живет. А ребенок был тяжело болен, когда я ее прислала. У нее было подозрение на тубикулез. Благодаря тому, что мы молились, девочка мне попала в туб диспансер. Теперь, значит, ну, в общем, короче говоря, ребенок вырос. Был очень умный, очень хороший. Такое благодарное, в смысле, обучение. И вот они приехали, приехали ко мне домой и пригласили меня во Вьетнам. Пообещал оплатить мне дорогу туда-обратно. Сдетить меня там, провести экскурсию по всему Вьетнаму. Ну, вообще, короче говоря, это прекрасно. Благодаря тебе. Есть еще кто-нибудь? Да я это сам. Ну, я был свидетелем одного чуда, я скажу. Я не знаю, может, кто-то видел. Слышали многие, кто ездил в лагерь, но я это видел. У нас там была стражевая собака, которую сразу ограничили движение. И мы ее обнесли там лентой, так, достаточно широко. Потому что ему все равно, кто проходит мимо. Она первые дни кидалась, ну, и не могла дотянуться. И в один из дней случилось так, что у нас есть Анечка Шершнева одна, которая гуляет так самостоятельно сама по себе. И я что-то там пошел с полхозяйства, я оборачиваюсь. И стоит эта Аня. И вот картина точно как Даниил в Орле с Адвами там, а не одного роста с собакой там. И она его стоит в глазе, там виляет хвостом. Реально картина такая. И в итоге, ну, все, ритомания, идем сюда, отвели. Вот, но само потом, когда осознание пришло того, что он, в принципе, там, ну, такой пес, и как он был ко всем нам настроен, вот такая была картина, что Господь, оказывается, там не только с Даниилом был в ветхом завете, но и с Саней. В этом случае. На прошедшей неделе, вернее, 4-го числа, я, вы знаете, что каждый из вас, он посол, Божий посол. А посол, он делен определенными полномочиями. 4-го числа я был в посольстве Соединенных Штатов Америки. Что такое посольство Соединенных Штатов Америки? Это на Новопесковском переулке в центре Москвы усадьба. За эту усадьбу правительство Соединенных Штатов Америки платит 1 миллион долларов. То есть это большая такая дача с гаражами, с бронеавтомобилями, с морскими пехотинцами, которые охраняют эту усадьбу. Я там был, сидел на диванах в этой усадьбе, здоровался с послом Соединенных Штатов Америки. Но что меня там поразило? Я туда приехал где-то в 10 утра. Там много влиятельных людей, богатых людей, отставных политиков, медийных звезд. Что меня поразило? Я увидел среди всех этих пышно одетых дам на красивых каблуках, в платьях, которые были одеты по поводу этого приема, увидел маленькую девочку невысокого роста. Она шла в обычном халате белоснежном, пушистом таком, в тапочках по территории. И ее, немножко прикрыв, смущаясь, вела, я так понимаю, это женщина, которая ухаживает за этим ребенком. Позже я узнал от садовника, что это приемная дочь посла. Это дочь. Ее подобрали на улице. У нее могла быть совсем другая судьба. Но ее подобрала эта богатая семья. Ее возят на бронеавтомобилях. И для меня это было чудо, потому что я узнал, что таких две девочки, китаянка и девочка из Африки, они приемные у этого посла Соединенных Штатов Америки. И я понимаю, что каждый из вас, он принят Господом. Он принят Господом. Он, когда нам тяжело, он накидывает на нас белоснежный халат, он нас защищает, он нас ограждает, он обеспечивает нас. В том случае, когда мы доверяем ему, когда мы возлагаем свои заморки. Эта девочка, она могла бы где-то забиться в дальнем углу комнаты. Там очень много комнат. Трехэтажный особняк. Бывшего какого-то там господина в России, второго был, я не знаю, помещик он или купец. Она могла бы сидеть там. Там был шикарно накрытый стол. Любые напитки. Вот все, что вы можете представить. Мясо. Мясо я там готовил. Рыба. И этот ребенок, он шел себе спокойно, расслабленно. И каждый из нас, я убежден, что Господь перед нами накрывает стол. На этом столе есть все. Все, что вам нужно. И твоя задача, поверить, что этот стол, он накрыт для тебя. На этом столе исцеление, обеспечение. На этом столе твоя семья, если ты молишься и хочешь найти спутника жизни. На этом столе принятие. Потому что Господь, Он принимает тебя. На этом столе стоит стул. Возле рядом с этим столом стоит стул. И никто на этот стул, кроме тебя, не сядет. Потому что так Господь решил, что этот стул, возле этого шикарного стола, он накрыт для тебя. Этот стул, он может пустовать, потому что ты боишься. Потому что ты не уверен. Потому что, как молились, страхи у нас тоже присутствуют. Поэтому я бы хотел помолиться за наши финансы. Я бы хотел помолиться за принятие, за то, чтобы мы доверились Господу. На самом деле произошло чудо. Я много лет работаю, больше 15 лет работаю на кого-то. Мне платят деньги, а я делаю услугу. И на этом мероприятии я был ежегодно. То есть я делаю определенную услугу, мне за это платят, я доволен. Но произошло чудо. Я после данного мероприятия я показал эти фотографии одному из дилеров. Один дилер в Санкт-Петербурге, другой здесь. И он сказал, можно я эту фотографию размещу на своей страничке и буду тебя презентовать таким образом, как повар посла Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, сколько заказов у меня лично после этого появилось? Много. Я даже иногда вынужден отказываться. И произошло чудо. Какое чудо? Я доверил Господу. Я до этого работал на другой работе. Она мне тоже приносила какие-то денежки. Но Господь просто мне показал, что при твоем доверии, когда ты будешь делать для меня, я просто я буду давать тебе заказы. Я буду обеспечивать твою семью. И я очень рад. Я просто цель мою сейчас я хотел сказать, что при нашем доверии, когда мы возлагаем свои заботы, у нас у каждого есть заботы. Заботы, которые мы платим по платежам, по коммунальным услугам. Заботы, чтобы обуть наших детей, накормить наши автомобили бензином. И мы думаем, нет, я не поеду в церковь, я же бензин потрачу. Нет, Господь хочет, чтобы мы возложили свои заботы. Что такое возложить заботы? Это облокотиться на Него. Это просто опереться как на стену, как на фундамент, который тебя выдержит. А Господь, Он тебя выдержит, потому что Он хочет тебя пригласить за этот накрытый стол. На этом столе есть все для тебя.